привет эта передача по кашеваре я наконец-то решил перейти кавказской выпечки когда слышишь словосочетание кавказская выпечка первое что приходит в голову ну лично мне это конечно же хачапури именно поэтому сегодня я решил сделать хачапури по-аджарски или аджарский хачапури можно называть и так для приготовления мне потребуется 1 килограмм просеянной муки по одному стакану воды и молока 1 чайная ложка сахара 2 столовые ложки растительного масла чайная ложка соли пакетик сухих дрожжей это все что касалось теста теперь по поводу начинки для начинки используют обычно и мертинский сыр я лично люблю использовать сыр сулугуни перемешку с адыгейским вот в общей сложности у меня где-то килограмм разного сыра вот две трети это сулугуни 1 треть адыгейский еще для начинки потребуется много яиц где-то 10 штук вот из такого количества ингредиентов получается 10 хачапури соответственно на каждую хачапури нужно одно яйцо еще нужно 100 грамм сливочного масла вот и все давайте будем готовить наши хачапури когда я себя находя в время проблемы madre мэри приходит к мне говорит бонус о виске Итак, рассказываю и показываю, как будем готовить хачапури. Берем всю муку и добавляем в емкость, в которой будем вымешивать тесто. К муке добавляем пол-литра жидкости, а это, как я говорил, стакан воды и стакан молока. Все это должно быть тепленькое, немножко теплее комнатной температуры. Добавляем дрожжи, чайную ложку сахара, чайную ложку соли. Вливаем 2 столовые ложки растительного масла и замешиваем не очень крутое тесто. Емкость с тестом накрываем влажным полотенцем. Очень важно, чтобы было влажно. И ставим на полтора часа в теплое место подниматься. Ставим тесто в теплое место. Рэпер неудачник, блин. Когда через полтора часа тесто поднялось в два раза, кстати, может быть даже и в три раза поднимется. Тут уже как оно захочет. В общем, когда оно поднялось, мы его еще раз обминаем и оставляем еще на полтора часа подниматься. Готовим начинку. Сыр натираем на терке. В сыр постепенно добавляем где-то полстакана стакан охлажденной кипяченой воды. При добавлении воды все это дело постоянно перемешиваем. Должна получиться густая сырная каша. Так, прошло уже три часа. Проверим, как наше тесто. Это я сейчас полез в буховой шкаф, в котором оно поднималось. О! Оно вздыбилось раза в три. Сейчас мы его обомнем и будем готовить лодочки. Делим наше тесто на шарики где-то весом 200 грамм. Всего получится 8-10 шариков. Каждый шарик раскатываем в круг. Вот примерно такой вот. Получается что-то типа лепешки. У каждого круга сворачиваем в рулончики края к центру. Сейчас я хочу приготовить всего пять штучек качапури. Поэтому половину теста я уберу. Защипываем кончики и у нас получается своего рода такая лодочка. Субтитры сделал DimaTorzok Разогреваем духовку до максимальной температуры. Это где-то 260 градусов. И ставим наши хачапури выпекаться примерно 15 минут. Когда бока наших лодочек зарумянятся, надо хачапури достать и вылить в каждой хачапури по одному сырому яйцу. Затем минуты на 2-3 возвращаем хачапури в духовку. Через 2-3 минуты хачапури готовы. В них надо добавить по небольшому кусочку сливочного масла и можно кушать. С вами была передача по кашеварям. Всем пока, до новых встреч. А я традиционно останусь поем. Субтитры сделал DimaTorzok